Представляем вашему вниманию автокресла группы 0+. Кресла предназначены для детей от рождения до года или полутора лет, весом до 13 кг. В чем же особенность этих кресел? Давайте попробуем разобраться. Автокресла группы 0+, можно использовать не только как автокресло, но и как удобную переноску, а некоторые модели можно использовать и как креслокачалку. Обратите внимание на то, что производители не рекомендуют оставлять малыша в кресле более чем на 2 часа, а некоторые производители не рекомендуют оставлять ребенка более чем на 40 минут. У кресла есть специальный анатомический вкладыш, который поддерживает спину и голову ребенка. Также в некоторых моделях есть специальная поддерживающая подушка, которая действует как руки взрослого человека. И дополнительная мягкая подушка, которую при желании можно убрать. Поскольку ребенок еще не умеет сидеть самостоятельно, кресла предполагают позиции лежа и полулежа. Также у автокресел группы 0+, есть подголовник. Он создает правильное положение шеи и головы ребенка, тем самым защищая его от удара. Подголовник может регулироваться. Как отрегулировать подголовник, вы можете уточнить при выборе конкретной модели кресла. Также у кресла есть внутренние ремни безопасности. Они бывают трехточечные и пятиточечные. В случае с трехточечными ремнями безопасности, мы имеем две защелки и замок. В случае с пятиточечными ремнями безопасности, мы имеем две точки опоры сверху и две точки опоры сбоку. А теперь посмотрим, как усадить ребенка в кресло с трехточечным ремнем безопасности. Аккуратненько усаживаем ребенка. Затягиваем застежки, закрываем ремень в замок и затягиваем ремень. В данном кресле, помимо трехточечного ремня, у нас есть подголовник, анатомическая вставка, солнцезащитный козырек и удобная ручка для переноса. Теперь ваш ребенок готов к приятной и комфортной поездке. А теперь посмотрим, как усадить ребенка в кресло с пятиточечным ремнем безопасности. Аккуратненько усаживаем ребенка в кресло. Соединяем застежки. Закрываем замок. Затем затягиваем ремень. Обратите внимание, что на ремне есть мягкие накладки, благодаря которым кожа ребенка не натирается. Также, помимо ремня безопасности, в данном кресле есть анатомическая вставка, которая поддерживает голову и спинку ребенка. Ручка для переноса. Солнцезащитный козырек. И площадка от опрокидывания, которая абсолютно не помешает ножкам малыша. Также в автокреслах группы 0+, есть солнцезащитный козырек или капюшон, который защищает вашего малыша от солнца. Также мы видим ручку для переноса, которая, как правило, регулируется в нескольких положениях. Внимательно изучите характеристики вашего кресла. В некоторых моделях при установке ручка для переноса должна находиться в вертикальном положении, а в некоторых упираться в спинку. От этого зависит правильная установка кресла. Давайте поговорим про установку кресла. Кресла группы 0+, устанавливаются в автомобиль против хода движения, как правило, на заднем сидении автомобиля. Есть возможность установки кресла на переднее сидение, но только в том случае, если подушка безопасности отсутствует или же отключена. Обратите внимание, что если в автомобиле невозможно отключить подушку безопасности, установка кресла на переднем сидении запрещена. Это может нанести огромный вред ребенку при аварии. Зачем же устанавливать кресло против хода движения? На это есть свой ответ. Как правило, у детей в этом возрасте очень тяжелая голова и крайне хрупкие шейные позвонки. При установке кресла против хода движения риск снижается в 5 раз. Об этом говорят краш-тесты, которые проводились организацией АДАК на большом количестве кресел. Итак, мы устанавливаем кресло против хода движения. Далее, пристегиваем ребенка внутренним ремнем безопасности, а само кресло фиксируется штатным ремнем безопасности. При этом нижнюю часть ремня мы проводим по направляющим, которые расположены по бокам кресла. Затем закрываем ремень в замок, а верхнюю часть ремня пропускаем через специальный зажим на задней части кресла. Также для большего упора автокресла группы 0+, устанавливаются на соответствующую базу. Как правило, база приобретается отдельно. База обеспечивает более жесткую фиксацию, не дает ошибиться при установке благодаря зеленым индикаторам и значительно упрощает установку. База крепится либо ремнями безопасности, либо фиксируется при помощи креплений изофикс. Также у базы есть третья точка опоры, так называемая ножка в пол. Зеленые индикаторы не дадут вам ошибиться. Обратите внимание, что если у базы есть система изофикс, то фиксировать ее ремнем безопасности не нужно. Также вы можете приобрести аксессуары для автокресел, такие как чехлы, дождевики и различные другие. За подробной информацией о каждой группе кресел заходите на наш сайт lapsi.ru в соответствующий раздел. Там вы найдете фотографии, видеозаписи, краш-тесты и различные описания кресел. Также с дополнительной помощью вы можете обратиться в салон к нашим консультантам.